Значит, сегодня у меня соседи за стеной сверлят, поэтому будут некоторые посторонние шумы. Вот, значит, мы в прошлый раз с вами посмотрели, начали смотреть практическую часть, то есть те задания, которые вам придется решать в вашем курсовом проекте и на экзамене. Вот, и рассмотрели два метода. Это метод эталонной модели и его развитие в виде мета-аналитического конструирования регуляторов. Значит, мы успели смотреть первый метод целиком, вот, и начали рассматривать, то есть там основная идея STL в том, что подбирая эталонную модель для процессов, описываемых определенным образом, можно с помощью простого приравнивания производных второго порядка или первого порядка, третьего порядка, в зависимости от того, какое уравнение у вас есть. Получить функцию управления аналитическим путем, просто перекинув то, что вам известно, собрав с одной стороны, а функцию управления, которая является неизвестной в данном случае, поставить слева, с другой стороны. И, соответственно, получить некоторое выражение аналитическое, которое можно использовать для уже как некоторую программу управляющим устройствами. Значит, эта базовая идея простая, вот, но она работает только для процессов, которые могут быть записаны вот такими вот уравнениями. То есть на каждое, на каждое канал управления у вас должно быть одно уравнение, описывающее поведение объекта. Поведение той части процесса, на которую это воздействие управляющий действует. Вот, если возникает ситуация, когда у вас, например, есть целая цепочка процессов, влияющих друг на друга, то вы уже, например, такого вида уравнений составить не можете, и вам необходимо использовать какой-то более сложный метод. Вот мы такой метод рассмотрели. Это метод аналитического конструирования гигиеновых регуляторов. Там, идея в нем, в принципе, похожая. То есть, отличие стоит в том, что вы формируете, записываете вашу систему вот в таком иерархическом виде. То есть, построите такой канал управления через вашу систему. Вот, перемены, на которые непосредственно действуют ваши управляющие воздействия, вот, через внутренние перемены до той перемены, которую вам необходимо регулировать. То есть, например, если это какое-нибудь, например, там давление в камере компрессора, то у вас, соответственно, может быть, x3 – это непосредственно давление, x2 – это переменно описывающий, например, воздушный поток через компрессор, через вентилятор, там, через турбину. А x1 – это, может быть, например, переменно описывающий то, как изменяется скорость вращения самой турбины. Вот, соответственно, управление, которое, с помощью которого, грубо говоря, раскручивает турбину, оно на давление в камере воздействует через вот такую вот хитрую цепочку переменных, то есть сначала на поток воздушный и затем только на непосредственно давление. Вот. Ну и сама по себе турбина тоже обладает некоторой инерционностью, поэтому может описываться тоже ее поведение к некоторым дифференциальному уровню. Вот. То есть, таким образом можно выстроить некоторый такой канал и с помощью нехитрых процедур, которые мы в прошлый раз рассмотрели, получить, можно будет получить некоторые тоже управляющие воздействия аналитическим путем. То есть мы, по сути, вот каждый элемент системы мы представляем в виде некоторой одномерной системки и задача управления на данном, на каждом уровне – это просто схлопывать систему до системы меньшей размерности. Вот. То есть выстраивая вот такую иерархию управляющих воздействий, можно получить итоговое нелинейное управляющее воздействие, которое будет решать поставленную задачу. Например, приводить… Ну, например, оператор задает вам какое-то давление, которое он хочет получить. Вот. А ваша программа правильным образом раскручивает турбину. Сначала стабилизирует… Во-первых, сначала стабилизируется скорость вращения самой турбины для текущего момента времени, затем стабилизируется, например, воздушный поток через турбину, и только потом уже стабилизируется давление. То есть таким образом выстраивается некоторая такая иерархия управляющих воздействий. Вот. И это одно из… Один из недостатков этого подхода в том, что вы предполагаете, что, например, скорость стабилизации скорости вращения турбина намного выше, чем, например, скорость стабилизации потока. А он, в свою очередь, выше скорости стабилизации давления в турбине. То есть, грубо говоря, есть вот некоторое такое отличие в порядках. Вот. Дополнительно мы еще обсудили, что если у вас не достает каких-то измерений, то… Или, например, ваша модель является неточной, вы можете дополнительно компенсировать это введением виртуальных переменных, которые играют роль интеграторов только в таком уже нелинейном управлении, вот, которые позволяют, там, говоря, подгонять вашу систему под заданные цели. То есть, задавая цель, целевую функцию, вы можете отслеживать то, насколько хорошо, насколько вы близко к ней подошли, вот, и используя интегральную компоненту для того, чтобы подтягивать систему к нужному значению, то есть к нужному значению функции. Вот. То есть, такие… То есть, это прямая аналогия с PI-регулятором, где у вас пропорциональный коэффициент отвечал за то, чтобы привести систему в большом, к заданной точке, а интегратор уже, как более слабая компонента, он постепенно накапливает статическую ошибку, начинал подтягивать систему к нужному состоянию. Вот. То есть, тут в данном случае появляется еще дополнительная переменная, и она тоже в том числе доводит, вводит дополнительное как бы затормаживание системы, то есть, порядок вот этой переменной должен быть на порядок ниже, чем то, с какой скоростью вы, например, пытаетесь воздушный поток стабилизировать, вот, чтобы не вносить дополнительную неустойчивость в систему. Вот, соответственно, X3 тоже будет еще на порядок медленнее, чем Z, то есть, который подтягивает X2. Вот это такая общая идея построения регулятора с помощью метода ACAR, то есть, аналитического конструирования. Есть еще метод ACAR, это не надо путать, немножко другой метод. Скорее всего, будете в теории оптимального управления с ним знакомиться. Вот это метод ACAR. Тут немножко другая идеология. Диалогия построена именно на таких вот, такой вот геометрической трактовке, то есть, выбора некоторых нелинейных поверхностей в пространстве, координат вашего объекта, которые позволяют декомпозировать систему. То есть, например, из трехмерной системы делать двухмерную систему. Из двухмерной, одномерной. Вот, и таким образом строить последовательно законное управление, синтезировать. Вот, значит, что, ну, да, соответственно, по поводу интегральной компоненты, то есть, просто на определенном этапе синтеза, то есть, вы всегда знаете, какая переменная у вас подвержена, например, некоторой неопределенности, то есть, например, присутствует какой-то параметр в модели, мы еще об этом поговорим дальше, который не позволяет вам получить точное решение. То есть, по сути, у вас в результате синтеза по методу Акар появляется некоторый неизвестный параметр в законе управления. Вот, этот параметр можно компенсировать, если его влияние не слишком велико, можно компенсировать с помощью интегральных компонентов. Вот, и, соответственно, суть достаточно проста. То есть, формируя макропеременную, то есть, вот эту переменную, которая позволяет вам редуцировать систему, на нужном этапе, то есть, для нужного уравнения, вы можете ввести дополнительную координату, то есть, интегратор, значение на вход которого будет соответствовать некоторому коэффициенту, пропорциональному, по сути, отличию поведения вашей системы от того, которое в реальности вы ожидаете. То есть, вы ожидаете, что вот эта переменная ψ, то есть, помощью которой вы сжимаете систему, что она будет равна нулю, то есть, произошло сжатие. Вот, если сжатие не произошло, то оно будет не равно нулю, соответственно, будет накапливаться ошибка. Вот, эту ошибку можно использовать для того, чтобы стабилизировать, вернее, не стабилизировать, а подтягивать систему к нужному значению переменной ψ. То есть, пока у вас вот эта переменная ψ не станет равна нулю, будет накапливаться ошибка, и, по сути, вы просто используете, вводите новую макропеременную, после того, как вы расширили вашу систему уравнений, которая, по сути, как раз означает подтягивание. То есть, у вас комбинация текущего значения этой функции макропеременных и ее отличия, то есть, они должны, по сути, компенсироваться. То есть, она приходит в некоторое равновесие. Вот, собственно, и вся идеология вот этого добавления интегральной компоненты. Вот, ну, дальше просто посмотрим сейчас пример. То есть, такая достаточно простая иллюстрация задачков, в которой, ну, такой, некоторый такой обобщенный кран, да, у которого есть стрела, и у которой на проволоке колеблется некоторый груз. Ну, на самом деле, камер просто висит. Вот, то есть, эта системка нелинейная, ее уравнение, значит, оно описывается двумя дифференциальными уравнениями. Значит, первое, оно показывает, собственно, как вращается он под воздействием силы. То есть, здесь установлен некоторый двигатель, который систему, ну, то есть, поворачивает стрелу крана вверх-вниз. Вот, значит, у этой стрелы есть некоторые физические параметры, такие как длина и такие, как, например, момент инерции. То есть, с какой силой, как, грубо говоря, динамическая стрела при подаче некоторого момента от электродвигателя. Вот, кроме того, сам электродвигатель, он обладает некоторой инерционностью, то есть, у него есть разгон, у него есть торможение, которое тоже немгновенно происходит. Вот, и есть груз масса М, который висит на стреле. Нелинейная здесь вводится за счет того, что при повороте стрелы у вас изменяется угол между силой тяжести, которая действует на стрелу. Мы предполагаем, что стрела намного легче, чем сам груз, поэтому мы пренебрегаем ей. Вот, но, тем не менее, есть сила тяжести самого груза, которая, как известно, перпендикулярна поверхности земли, да, но при этом она не перпендикулярна самой стреле. То есть, по мере того, как стрела поворачивается, изменяется угол А, и, соответственно, исходя из него, у нас меняется сила, с которой действует груз на стрелу. Вот, кроме того, неопределенным является масса груза, которая подвешена на нашем кране. Вот, собственно, цель стоит в том, чтобы поднять из какого-то начального состояния груз, поднять в какой-то финальный. Вот, ну, задача такая, немножко абстрактная. Понятно, что реальный кран немножко по-другому функционирует. Вот, но, тем не менее, тоже здесь вот просмотрим просто его как пример. Значит, уравнения, они описываются из уравнения механики. То есть, по сути, у нас угловое ускорение в системе, оно пропорционально сумме моментов с некоторым коэффициентом, который определяет инерционность этой системы. Вот, значит, у нас из моментов есть два момента. Первый момент, который формирует в результате воздействия силы тяжести. Которая привожена к концу к стрелы. Вот, и связана с объектом. Вот, и момент двигателя. Вот, ну и сам момент двигателя, это тоже некоторая инерционная система. То есть, непосредственно подавая, например, какое-то силовое воздействие, какой-то силу тока прикладывая к клеммам электродвигателя, вот, вы получаете немгновенный отклик. Ну, то есть, у вас есть некоторая инерционность, которая как раз здесь определяется вот этой буквой T. То есть, коэффициентом T, который отвечает как раз за то, как, по сути, это постоянное времени у электродвигателя. Вот, то есть, такая вот нелинейная система. Нелинейная система тут вводится за счет вот момента, зависящего от массы. То есть, это, по сути, считается проекцией на перпендикуляр к радиусу вращения стрелы. Вот, то есть, тут появляется косинус, который является нелинейной компонентой. Ну, и, собственно, на примере этой задачи. Задача простая, она может быть решена с помощью обычного ПИ-регулятора. Вот, ну, мы просто посмотрим чисто ради примера, как это решается с помощью метода ACAR. Значит, цель наша какая? В первую очередь понять, вот, возвращаясь вот к этой картинке, да, как, первое, с чего мы начинаем, это смотрим, что на что действует. То есть, как вы построите вот такой канал. Значит, здесь все достаточно просто. Значит, у нас есть переменная, отвечающая за угол. То есть, то, как угол меняется во времени. Вот, но здесь есть одна особенность в том, что у нас здесь уравнение второго порядка. То есть, грубо говоря, здесь есть вторая производная по А. Вот, эта система, в принципе, может быть трансформирована к переменной первого порядка. К уравнению, к двум уравнениям первого порядка. То есть, одно по переменной А, и второе по переменной, по производной А. То есть, по углу и по скорости. Вот, то есть, в принципе, можно так трансформировать, да, получить систему третьего порядка. И из ней понять, что, например, у вас управление действует в первую очередь на момент двигателя. То есть, прикладывая какое-то напряжение там или ток подавая на клеммы двигателя, у вас двигатель начинает раскручиваться. Это как раз вот ваша первая переменная, на которую действует управляющее воздействие. Вот, второй переменной у вас является скорость. А, ну, в данном случае у вас, на самом деле, напрямую на ускорение влияет, поэтому скорость вам уже не так интересна. Вот, здесь, на самом деле, у вас будет всего две координаты. Вот, хотя третья, она остается, но напрямую управление на нее не действует. То есть, управление действует напрямую на ускорение. Да, это будет вторая переменная. Ускорение, в свою очередь, конечно, будет действовать на скорость, а скорость уже непосредственно будет приводить к, ну, как бы угол к нужному значению. То есть, по сути, у вас конечная цель – это задать некоторый угол. Вот. Собственно, это вот идея сначала развожения системы на компоненты, чтобы было лучше понятно. Значит, цель управления у нас – это найти, то есть, вернее, цель синтеза как раз управления – найти функцию изменения момента от угла, но на самом деле даже не столько момента, сколько изменения вот этого переменной u от угла. Для того, чтобы вот эта переменная a0, да, чтобы перейти из начальной точки, то есть, из начального угла, перейти в желаемый угол. Ну, за некоторый интервал времени. Ну, мы берем некоторую упрощенную цель, что на бесконечность. Хотя в реальной системе, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы было некоторое осмысленное значение, то есть, некоторое конечное значение. Вот. Но это, конечно, значение, оно может быть выбрано за счет выбора подходящих параметров регулятора, которые мы дальше будем рассматривать. Значит, если выбирать некоторую эталонную модель движения, то есть, по сути, методы эталонной модели, мы просто можем, ну, в данном случае за счет того, что у нас объект может быть представлен в таком виде, мы можем для него выбрать некоторую эталонную модель движения и не заниматься вот этим разложением на две отдельных координаты, то есть, на скорость и ускорение, то есть, на два уравнения. Мы можем сразу сформировать то, как должна вести себя вот эта локальная подсистема, исходя из того, что у нас MU является некоторым внутренним управлением. Вот то, о чем мы здесь говорили, да, что когда мы построим этот канал, у нас это внешнее управление, для X2 у нас внутренним управлением является X1, а для X3 внутренним управлением является X2. Вот в данном случае мы, соответственно, синтез начинается у нас вот изнутри. То есть, мы для системы, касающейся X3, начинаем синтезировать, выбирать то, как должен выглядеть X2, чтобы X3 приходила к нужной нам цели, потому что как раз таки X3 – это вот наш угол, на который нам нужно повернуть стрелу. Вот, соответственно, внутренним управлением у нас является X2. Дальше, зная то, каким будет X2, мы можем выбирать новую функцию макропеременов, то есть, новую вот эту... Функцию R, да, функцию Psi новую. Для того, чтобы посчитать новое управление, в данном случае будет управление X1 уже. X1 – это внутреннее управление для X2. Вот, и дальше уже, зная таким, каким должно быть X1, мы можем тем же самым способом посчитать то, каким должно быть управление. То есть, такая вот итерационная процедура. То есть, сначала вы раскладываете систему на компоненты, то есть, разбираетесь, что на что у вас действует. А затем, начиная от целевой переменной, которую вам нужно стабилизировать, или какую-то, например, задать ей нужную форму поведения во времени, вы начинаете рассчитывать управление в обратном направлении. То есть, сначала посчитать, каким должно быть X2, затем посчитать, каким должно быть X1, только после этого посчитать, каким должно быть U. Вот, собственно, основная идея такой вот итеративной процедуры. Вот здесь как раз-таки на примере, сейчас посмотрим, как это делать. То есть, в первую очередь, для нашей внутренней подсистемы, вот этой первой, да, то есть у нас первая внешняя система – это система управления электроприводом, где у вас есть просто некоторая инерционность, где напряжение с помощью тока вы добиваетесь того, чтобы получить определенный вид функции момента от времени. Вот, а дальше у вас есть внутренняя подсистема, где уже непосредственно вращение стрелы зависит от того, какой момент прикладывается к электродвигателю, или какой груз подвешен. Вот, соответственно, внутренняя подсистема – это подсистема, связанная с механикой, а внешняя подсистема – это система, связанная с электроприводом. Вот, и для внутренней системы у нас управлением является переменная MU, которая сама по себе тоже является переменной состоянием, но внешней. Вот, и, соответственно, на первом шаге мы просто пытаемся синтезировать то, некоторую функцию управления MU, которая позволит вам привести систему к нужному состоянию. состоянию вот то как система будет идти к этому состоянию мы описываем с помощью просто уравнение второго порядка линейного по сути не задавая некоторую талонную модель для синтеза управления по сути метод метод талонной модели вот то есть выбирая эти коэффициенты подходящим образом мы можем проверить что при них при этих коэффициентах у нас во-первых положение равновесия будет являться это желаемое желаемый угол вот и система будет устойчиво то есть ее собственное число будет отрицать в вещественной части собственно числа будут отрицательны вот вы можете сами потом проверить что подставляя такие коэффициенты вы получите некоторую стабильную систему то есть тут ни сомнения ничего сложного нет с вами ранее уже выводили некоторые разбирали вот эти талонные модели методи талонной модели как эти коэффициенты могут посчитаны тоже у нас был уравнение второго порядка. Вот, и мы считали, что выбирая подходящим образом коэффициенты, да, где-то мы тут формулу, по-моему, записывали, не записывали, не помню, что эти коэффициенты, ну, по сути, да, вот те же самые коэффициенты 2,26. Вот, а выбирая C3, вы также можете выбирать еще и вот, да, то есть желаемое значение это просто отношение коэффициентов C3 на C2. Вот, а собственно устойчивая система, да, определяется коэффициентом C1, C2. Вот, то есть, зная C1, C2, мы тут выбирали 2,26, и зная желаемое значение, куда вы хотите попасть, у нас, в случае у нас альфа D, да, подставляя сюда C2, можно посчитать, чем уровень C3. То есть, таким образом, мы можем найти вот эти три коэффициента для данной конкретной эталонной модели. Вот, конечно, эталонная модель может быть и другой, выбрана, но тут, так сказать, это уже задача проектировщика, подобрать правильную модель. Вот, ну, тем не менее, вот мы выбрали такую модель, она будет обладать некоторой колебательностью, но, тем не менее, она будет устойчивой, она будет приводить систему вот эту, к положению равновесия, которое будет находиться в точке желаемого угла поворота. Вот, и эта система будет устойчива относительно этого положения равновесия. Вот, то есть, в принципе, вот весь выбор эталонной модели. Вот, зная эту эталонную модель, мы можем из нее вычислить, подставляя просто, ну, так же, как мы в методе эталонной модели использовали, да, заменяя вот этот, вот этот элемент, да, на dt, да, вторую производную, вот здесь, мы можем, на самом деле, просто вычислить то, каким будет у нас управляющее воздействие. Вот, управляющее воздействие у нас, ну, по сути, вот здесь это и есть, да, то есть мы подставили правую часть этого уравнения, ну, просто поделив на j эту часть вместе вот с этим. И, с другой стороны, это будет вот то, что вот эта часть, да, перенесенная в правую часть. Вот, приравняв, мы можем получить закон управления для этой внутренней подсистемы. То есть то, как будет вести себя, то, как должен вести себя момент во времени, в зависимости от того, как, собственно, как, собственно, себя система ведет. То есть вот тех переменных состояния, которые у нас есть. То есть скорость, по сути, изменения, скорость поворота нашей стрелы, да, и само текущее положение нашей стрелы. Плюс параметры. Такие, как, ну, здесь коэффициентов нет, они тут просто в виде чисел уже подставлены. Вот, ну, есть, например, коэффициент, на какой угол нужно повернуться. То есть этот сигнал может приходить от оператора. То есть поверни мне там на 45 градусов, на 60 градусов. То есть задавая такой коэффициент, вот мы сразу, вернее, такое значение, мы сразу получаем автоматические функции управления. Вот, что здесь плохо, да, что есть вот элемент, связанный с неизвестностью. То есть, грубо говоря, мы не знаем, какой у нас будет масса груза. Вот, поэтому этот компонент, яйца у нас неизвестна, вот, мы, соответственно, будем тоже с ним дальше работать. Значит, для того, чтобы нам теперь перейти к непосредственно синтезу управляющего воздействия, да, то есть внешнего, то есть, по сути, рассчитать то, каким будет у нас, какой ток нужно подавать во времени, да, чтобы прийти к нужной точке. Вот, для этого мы, на самом деле, просто вводим вот эту макропеременную, вспоминая, да, что двигаясь в обратном направлении, мы должны теперь ввести некоторую макропеременную, которая будет, с помощью, которая будет определять то, как происходит сжатие нашей системы во время управления. Вот, и на самом деле она просто формируется, как разница между тем внутренним управлением, которое мы вычислили, и тем управлением, которое в реальности у нас есть. Вот, то есть MU, реальным MU. И, подставляя сюда значение вот по желаемому, да, и по желаемому виду этой функции, и мне от времени, вот, мы получаем некоторые выражения. Вот, и здесь у нас появляется некоторая вот уже неопределенность, связанная с массой. Значит, мы ее можем решать двумя путями. Значит, первое, самое простое, это просто предположить, что у вас масса варьируется в некотором диапазоне. Ну, например, вы, ваш кран рассчитан, или ваш алгоритм рассчитан, например, на грузы, там, от 10 тонн до 20 тонн. Вот, то есть вы можете заложить это просто как некоторый параметр, да, что вот вы в таком интервале действуете. Вот, соответственно, взяв среднее значение, 15 тонн, вы тем самым как бы снизите сразу неопределенность, то есть у вас изначально там была неопределенность, просто вы не знали массу, да, которая может быть там от 10 до 20 тонн. Достаточно большая верчина. Если вы взяли, что, например, у вас масса равна 15 плюс минус 5, то есть у вас неопределенность сразу стала уже не 10, не 20, она стала плюс минус 5. То есть уже сразу резко, почти два раза, в два-три раза вы понизили степень влияния вашей неопределенности на общую систему, на ваш алгоритм. Вот, таким образом, это как бы, как правило, самый такой первый шаг, то есть из диапазона взять просто середину и предполагать, что вот она у вас известна, эта середина диапазона, да, а неизвестна это просто вот эта дельта. То есть в данном случае, там, например, вот эта вот дельта равна плюс минус 5, а m0 равно 15. То есть ее значение, оно как бы больше, чем значение вот этой дельты. То есть она как бы доминирующая, тем самым вы уже снижаете объем, то есть масштаб неопределенности. Вот, и, соответственно, целевая функция тоже у вас становится распадается на две части. То есть вот это m0, которое вы знаете, ну, которое вы предполагаете, что вы знаете, потому что вы задаете диапазон, и в этом диапазоне вы можете взять серединку. Вот, и вторая компонента, это, собственно, вот эта вот дельта неизвестная, которую вы вряд ли сможете узнать. Вот, поэтому здесь вот этот компонент, то есть, по сути, для того, чтобы учесть уже этот компонент неизвестный, его можно либо просто выкинуть, предположив, что его влияние незначительно, то есть если у вас там интервал не очень большой вариации, может быть, на общем фоне он будет и незначительным. Но, тем не менее, можно дополнительно учесть за счет введения вот этой интегральной компоненты, которую мы обсуждали, да, которая будет подтягивать систему к нужному значению. Вот, для того, чтобы это сделать, как чуть выше мы предложили, да, нужно просто ввести новую виртуальную переменную, которая, по сути, будет эту ошибку накапливать. Вот эта ошибка будет пропорционально, накопление этой ошибки будет пропорционально самой переменной, вернее, не самой переменной, а вот макропеременной, которую мы здесь ввели. То есть мы выбрасываем отсюда вот эту вот отмеченную желтым компоненту, да, неопределенность, мы получаем некоторый вот идеальный вариант, когда вы все знаете, когда у вас масса равна вот этому середине интервала. Вот, но, как правило, на практике она будет не равна, то есть она будет отличаться там в больше или меньшей степени. Вот, поэтому вот это значение рано или поздно придет просто к некоторому константному положению. Вот. Для того, чтобы компенсировать, вы вводите вот такую интегральную компоненту, которая, по сути, будет накапливать ошибку. То есть разницу, отличие вот этого MU желаемого, да, от того, который вы в реальности будете получать. Вот. Соответственно, получается вот такое, примерно, дифференциальное уравнение, которое становится частью вашего алгоритма управления. То есть если до сих пор мы рассматривали алгоритм управления, где у вас были некоторые аналитические функции, здесь у вас получается уже такой некоторый численный алгоритм, который будет в процессе функционирования эту ошибку накапливать по такой вот хитрой функции переменных. Вот. Чтобы затем ее использовать при компенсации. Вот. Эта компенсация, на самом деле, просто вводится еще одна. То есть вы, получается, здесь расширили вашу систему уравнений. Еще на одно уравнение добавили, третье уравнение. Вот. И дальше ввели вот в этой расширенной системе новую функцию макропеременных, которая вот как раз стоит из исходной функции, целевой функции, которую мы вот чуть выше сформировали. Только без вот этого вот компонента неизвестной, то есть чтобы вы могли ее посчитать без неизвестной компонента, которая в желтом отмечена. Вот. И также из вот этой компоненты, которая накапливает ошибку. Вот, по сути, у вас получается примерно вот такого вида функция целевая, для которой можно снова применить метод TACAR и посчитать функцию управления. Вот. Ну, собственно, процедура примерно такая же. Вы опять выбираете эталонную модель для вот этой вот переменной, переменной, которая описывает сжатие вашего пространства. Она может быть выбрана в таком виде, то есть в линейном. Это просто линейное уравнение первого порядка. Можно проверить, что при равенстве 0, у ПСИ у вас производная будет равна нулю, но это тривиально. То есть она имеет положение равновесия в точке 0 и единственное положение равновесия в точке 0. Плюс, выбирая подходящим образом вот это T, то есть оно должно быть неотрицательным, вы получите систему устойчивую. Вот. И за счет выбора конкретного значения T вы можете регулировать то, с какой скоростью у вас будет происходить сжатие вашего пространства. То есть вспоминаю вот эту картинку, где мы последовательно производим сжатие пространства, да, с помощью внешнего управления. Вот. Вы должны выбирать вот эти T на каждом шаге таким образом, чтобы как бы самым быстрым процессом у вас был этот, потом был бы этот, потом вот этот и потом вот этот. То есть такое последовательное сжатие, которое позволяет вам рассчитывать на определенную устойчивость и грубой системы. Вот. Потому что если у вас, например, эта система будет быстрее, чем вот эта, никакой гарантии, что ваше вот это вот сжатие, которое вы тут производили, оно будет уже оправданно. То есть она у вас начнет как-то вот так. Крутиться, вдалеке от этого положения, она есть. Вот. Что в целом может привести к некоторым непредсказуемым поведениям. Ну, понятно, что за счет выбора подходящих коэффициентов, да, вы как бы скручивая систему в бараний рог, вы получаете некоторую еще и грубость этой системы. Вот. Но, тем не менее, тоже есть пределы этой грубости. То есть мы в прошлый раз посуждали, что аналитического решения может и не быть. Ну, то есть когда вы будете вот эти расчеты производить, и имея при этом некоторые ограничения на вот это вот, то есть на ту силу тока, которую вы можете приложить к вашей системе, вот, вы можете наткнуться на некоторые нерешаемые задачи. То есть, соответственно, это тоже является дополнительным ограничением при выборе вот этих вот всех коэффициентов. То есть 11,23 и коэффициентов T, которые вы получите при синтезе управления. Ну, в том числе и вот с точки наблюдения. То есть вот эта вот интегральная компонента тоже, если она будет слишком быстрой, то она будет носить определенную неустойчивость систем за счет накопления ошибки. Вот. Значит, ну, соответственно, когда мы сформировали вот эту общую уже функцию целевую, которая описывает то, как, по сути, она описывает вот эту вот вот эту вот гиперповерхность в пространстве, в данном случае координат угол. Еще у нас получаются три координата. Угол, момент вращения двигателя. Вот. И третий комбинат компонента это как раз Z, то есть та интегральная компонента, которая нас интересует. Вот в этом трехмерном пространстве будет сформирована некоторая гиперповерхность, которая на первом этапе будет сжиматься за счет интегральной компоненты. То есть вы получите вот такую вот, примерно картинку. А, ну здесь уже трехмерный координат, да. То есть, по сути, вот первое у вас будете сжиматься до некоторой координаты момента и угла поворота. Вот. А дальше уже будете внутри вот этой поверхности сжиматься до первого порядка. Система первого порядка, где будет просто угол поворота. Вот. Но сам угол поворота, конечно, тоже это система двухмерная. То есть в реальности это будет, конечно, трехмерная система. Вот. Но мы вот тут за счет того, что у нас система была описанным таким уравнением второго порядка, мы смогли немножко сэкономить себе времени за счет того, что нам не пришлось тут дополнительную еще координату вводить. Но, тем не менее, все равно мы добавили координату z, поэтому вместо четырех координат у нас получилось три координаты. Но, опять же, нужно помнить, что здесь в этой целевой функции у нас присутствуют еще дифференциальные компоненты. Отдельный вопрос, как ее реализовывать, то есть это может быть просто конечная разность, это может быть какой-то более сложный фильтр, который будет вам реконструировать либо ли вы напрямую умеете мерить, например, скорость поворота с помощью какого-нибудь тахометра, например. Ну вот, в принципе, все. То есть дальше идет стандартная процедура. Сформировав такую функцию, вы можете использовать уже метод TACAR для того, чтобы, задав эталонную модель, простую линейную, посчитав частные производные вот этой функции по каждой из координат, у нас их получается три, мы можем посчитать, то есть первая это производная по времени, вторая это вторая производная по времени, вот, и в каждом конкретном случае мы вот можем представить эту полную частную, полную производную по времени от этой функции сложной, как как сумму частных производных, помноженных на производные по времени каждый компонент. Вот у нас компоненты есть, это угол поворота, есть компоненты скорость поворота, и есть компоненты, связанные с моментом. То есть у нас получается три. А, и компоненты, связанные с вот этой виртуальной переменной, которую мы ввели для того, чтобы у нас появилась интегральная компонента. Вот, то есть посчитав каждую производную, ну, можно для примера посмотреть производную по А, например, по углу поворота, да. То есть здесь производная по углу поворота, это будет, по сути, минус синус, помноженное на вот это вот все. То есть у этой компоненты у нас, а, тут тоже есть А, да, то есть будет на самом деле 26J, то есть первая первая производная по А, это будет просто 26J, да. И здесь будет минус синус угла поворота, помноженный на набор констант. Вот получается первая производная, да, и вот она у нас тут где-то должна фигурировать. Так, ну здесь, наверное, просто много уже упрощений сделано, вот поэтому тут сходу будет сложно. Ну, на самом деле, нет, тут не записаны вот эти перемены, да, но я думаю, что вы можете посчитать, на самом деле, детально. Вот, и потом вот это вот выражение, да, частное производное умножается на производную по времени. Вот она, мы предполагаем, что мы ее просто измеряем с помощью какого-то датчика. Вот. То же самое для производной по скорости, да, то есть здесь она у нас в одном месте находится, то есть здесь только минус 2j будет производная равна, вот, помноженная на, собственно, уравнение по скорости. Уравнение по скорости, по скорости. По сути, это вот, возвращаясь к модели, да, это правая часть вот этого уравнения, ну, делена на j. Это здесь мы даже ее, по-моему, да, вот, по сути, вот эта часть. То есть она умножается еще на компоненту, на частную производную от вот этой функции по вот этой перемене, то есть минус 2j. Вот. И то же самое по z. То есть z у нас сюда входит линейно, поэтому частная производная по же стороне единицы умножается на производную по времени, по z, то есть вот на вот эту функцию. Вот. И то же самое по моменту. Вот. В результате вы получаете некоторую функцию, из которой выражаете алгоритм управления. Вот. И, соответственно, алгоритм управления у вас состоит из двух частей. Первая – это сама функция управления, которую вы получили из вот этого выражения, подставляя сюда выражение для вот этой функции, для функции вот этой. Вот. И выразив отсюда управление. И второе – это, собственно, сама оценка, то есть тот алгоритм, который мы здесь предложили. Вот, в принципе, и все. То есть это такой простой пример. Ну и, соответственно, тоже производная может быть оценена как конечная разность. Вот, собственно, это все, что касается этого примера. Вот примерно такой ответ вы должны получить в вашей задаче на экзамене. И то же самое вы будете делать в курсовом проекте. Сейчас у нас перерыв будет 5 минут. После этого мы еще посмотрим на, собственно, расчетную часть, которую вам нужно будет сделать в курсовом проекте по этой теме. Так, надо будет сейчас перезайти.